Как защититься от развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома? Я вам сегодня покажу три упражнения, которые вы сможете выполнять для этих целей самостоятельно. Говоря об инсулинорезистентности, как об одном из основных признаков формирования метаболического синдрома, немногие из нас, к сожалению, даже специалисты, до конца понимают значение инсулинорезистентности. И что такое инсулинорезистентность? То есть наш организм, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, привыкает к определенному количеству инсулина и чем это чревато? Это чревато тем, что этого инсулина уже не хватает на метаболические вопросы. Его не хватают на метаболические институты. И начинают формироваться метаболические проблемы. Потому что того количества инсулина, которое расщепляет сахара, которое расщепляет моно и полисахара, не хватает для выработки определенного количества энергии. И мы с вами, в буквальном смысле этого слова, начинаем страдать от энергозависимости. Мы становимся энергонаркозависимыми в этом смысле. Это чревато очень многими, в первую очередь, сосудистыми проявлениями. А со стороны сосудистых проявлений, это, в первую очередь, страдание нашей коры, нашего головного мозга. И плюс к этому я хочу добавить, что если еще 50-60 лет тому назад сахарный диабет, сахарный диабет, называли болезнью толстых, то на сегодняшний день, к сожалению, следует отметить, что сахарный диабет второго типа начинает пожирать своих детей, в этом смысле, как детей информационной революции, как детей эпохи информации. Потому что, в связи с этим, хочется лишний раз вас вернуть, уважаемые коллеги, к тому, что со стороны масштабности нашего тела, наша голова, содержимым в ней, мозгом, занимает только одну десятую, у кого-то, у кого-то, может быть, одну восьмую части тела. Но энергопоглощение при всем при этом составляет от 25 до 40, а иногда и 50 процентов. То есть, посмотрите, пожалуйста, куда происходят затраты энергии. И это не обязательно физическая активность. Это, в первую очередь, на сегодняшний день, сублимационная активность, сублимационная зависимость наша, которая, в первую очередь, связана с характером потребления информации. А плюс к этому добавить, так называемые, ковидные хвосты, плюс к этому добавить постоянно, постоянно имеющий место стресс, плюс к этому добавить постоянно имеющееся состояние тревоги. И поэтому, в этом смысле, надо вспомнить с вами еще о том, что именно к селезенке, поджелудочной железе, мы очень часто относим, благодаря нашим замечательным пращурам, воспитателям из прошлых веков, то, что такое состояние наших эмоций, как уныние, в первую очередь, связано с недостаточностью, как раз таки, селезенки и поджелудочной железы. А в части селезенки, это характер нашего водозамещения, водоизмещения, это характер плотности наших сосудов со стороны каркасности, это характер тонуса со стороны прохождения форменных элементов в крови, по руслу, и само состояние русла, это состояние пластичности. Поэтому, все это вместе, все это вместе, вкупе с инсулинорезистентностью, то есть, с повышенным количеством затратности со стороны инсулина, и приводит, в первую очередь, к страданиям, которые приводят сейчас к пандемическому, резкому увеличению сахарного диабета второго типа. Вот у меня эти замечательные овощи, не напрасно здесь лежат перед вами на столе. Почему? Потому что ученые всегда ищут возможности замещения затраченных элементов, затраченных в данном случае инсулина, чем мы можем помочь. Так вот, оказывается, для того, чтобы мы могли контролировать, для того, чтобы мы могли контролировать характер и состояние нашего инсулина в течение суток, лука-порея, лука-порея, нам нужно с вами съесть от двух с половиной до трех килограмм. Перца болгарского до пяти килограмм. Замечательных, любимых нами томатов, мы должны съесть до семи килограмм. Огурцов, мы должны съесть до четырех килограмм. Чеснока, чеснока, мы должны съесть с вами до двух с половиной килограмм. Посильно ли это современному человеку? Я не думаю, что каждый из нас может в совокупности съесть такое состояние овощей, для того, чтобы нормализовать состояние сахара, для того, чтобы нормализовать состояние инсулина, для того, чтобы провести инсулинорезистентность в формат его нормы. Но в этом смысле я хочу вам сказать, в этом смысле я хочу вам сказать, что мы с вами становимся на крайне негативный, на крайне неправильный путь по замещение инсулина, потому что на сегодняшний день это огромное количество химических ферментов, это на огромное, на сегодняшний день, огромное количество заместительных моментов, связанных с ферментами, которые, по сути дела, по сути дела, являются топливом для нашей поджелудочной железы, которые являются топливом для наших клеток, которые являются основой полноценной энергии, и сам процесс формирования и появления пресловутой аденозин-трифосфорной кислоты, очень часто, конечно, гаснет в пожаре, гаснет, в буквальном смысле, в пожаре, вот, инсулинорезистентности, потому что, чем больше наша поджелудочная железа вырабатывает инсулина, тем больше и чаще страдает наш клеточный аппарат, а чем чаще и больше страдает наш клеточный аппарат, тем быстрее устают те центры в коре головного мозга, которые контролируют наши клеточные субстанции. И, как итог, мы начинаем ловить за много долго, за много долго, до известных ныне широко черт метаболического синдрома, те предтечи, на которые очень часто мы даже и не обращаем внимания. Ни к тому ни с чему зевота, ни к тому ни с чему почесухи в области ушей или в области затылка, немотивированные повороты шеи, потягушки в течение светового дня, не после того, как вы проснулись, а в течение светового дня, ощущение тяжести в груди, ощущение стягивания кожи и мышц в области головы, ощущение тяжести в области верхнего плечевого сустава, снижение функциональной активности делового и психоэмоционального свойства. Это только ряд, совсем небольшой ряд тех черт, которые являются предтечами формирования, формирования устойчивых признаков метаболического синдрома, которые своими ногами, которые своими ногами, корнями растут, из инсулинорезистентности. И поэтому, чем мы чаще, чем мы чаще с вами обращаем внимание на предтечи, которые являются причинами и показателями инсулинорезистентности, чем мы чаще с вами обращаем внимание на те или иные клинические или лабораторные проявления, то тем мы дальше себя, в лучшем смысле этого слова, отодвигаем от сахарного диабета, тем чаще мы, тем больше мы себя отодвигаем от проблем, связанных с нарушением сосуда в целом и, в частности, сердечно-сосудистой системы, потому что сердцедечные мышцы, сердечные клетки мышечные, они чаще всего страдают именно в результате инсулинорезистентности. А с учетом того, что наше сердце это пламенный мотор, благодаря которому мы получаем уверенное кровоснабжение нашей коры головного мозга, это наша основная ценность, благодаря которой мы живем, благодаря которым мы существуем. И сегодня два простых подхода для того, чтобы улучшить состояние, которое снимает инсулинорезистентность, которое защищает вашу поджелудочную железу. Конечно, это наша знаменитая доктор желчь. Слева, если вы левша, в течение 45-50 секунд, доктор желчь. Справа, если вы правша, той же временной экспозиции. Потом, пожалуйста, меняйте руки местами. Дальше, больше. Переходите, пожалуйста, на точку, которая находится у вас под бородой, вот в этом месте. Но у меня здесь волосы, извините, борода растет. Вот центр вашей бороды, вот, вот в этом месте, вот в этом месте находится. Поставьте вот таким образом сюда, вот таким образом поставьте сюда свой большой палец, глубоко вдохните, резко выдохните, не дыша в течение 5 секунд, попытайтесь продавить своим подбородком пучечку большого пальца. В течение 5 секунд. Замечательное упражнение, замечательное упражнение, которое позволит вам регулировать лимфатические протоки в области бассейна лимфатического, в области приводов, так называемых, которые усиливают состоятельность правой и левой сонных артерий, а рефлекторно, рефлекторно, через седьмой шейный позвонок, через седьмой шейный позвонок, улучшает качество связочного аппарата вашей поджелудочной железы. И дальше сделайте упражнение, которое очень хорошо помогает стабилизировать состояние ампулы желчно-панкреатической, то есть, той самой части двенадцатиперстной кишки, через которую полость двенадцатиперстной кишки у нас справа попадает желчь, а слева попадает панкреатический сок. Что мы с вами делаем? Мы делаем с вами наше, тоже знаменитое, уже ставшее упражнение, крючки силы. Вот таким вот образом. Берите свои указательные пальцы, соединяйте их вот в таком виде, выводите на уровень щитовидной железы, на уровень щитовидной железы, на расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров. Глубоко вдыхаете, резко выдыхаете, и не дыша в течение пяти секунд, пытаетесь разорвать крючки силы. Протестируйте пожалуйста сейчас этот комплекс упражнений, и обязательно нам напишите о своих ощущениях. Как правильно пользоваться этим комплексом? Чтобы снижать инсулинорезистентность и останавливать развитие метаболического синдрома, мы подробнейшим образом поговорим в прямом эфире. Регистрируйтесь и приходите. Ссылка под этим видео. А пока что, пожалуйста, оставьте свои комментарии, они имеют важнейшее диагностическое значение для вас. И мы это значение будем разбирать вместе с вами на вебинаре. До встречи в эфире!